Еще одно открытие. Я, правда, уже о нем упомянул. Это серия частиц еще более тяжелой. Это случилось, по-моему, в 1984 году на американском ускорителе Фермиевской лаборатории. Интернациональная группа физиков задалась целью пойти дальше еще. Хорошо, мы открыли класс частиц, очарованных, массы которых лежат от 3 до 5 Г. А что выше? Есть там тоже возбужденное состояние. Как там себя ведет материя. То есть еще шаг по энергии вверх. И оказалось, да, есть. В данном случае я демонстрирую картинку, где протон взаимодействовал с ядром, либо с медью, либо со свинцом. Но так как в меди и свинце тоже есть протоны и нейтроны, то можно говорить, что это взаимодействие нуклонов. И вот при этом взаимодействии смотрят вторичные частицы и, в частности, выделяют мю плюс и мю минус. Это два лептона, каждый имеет массу 105 мФ, то есть в 200 раз тяжелее электрона. Вот эти экспериментаторы поставили такую задачу. Вот есть ли частицы, которые распадаются на этот лептон. По оси ординат отложена опять эффективная масса пары мюмизонов. Еще раз напоминаю, что это находится так, что нужно эти мюмизоны. Установка их должна зарегистрировать, энергию массу определить. Потом мы строим четырехмерные векторы, возводим в квадрат и видим, что масса, таким образом полученная, как мы говорим, эффективная масса, имеет особенность при массе около 9 гигаэлектрон-вольт. В этой области до этого момента никто не работал, и вот когда туда зашли, оказалось, что там тоже идет своя жизнь, так сказать, есть свое состояние, свои частицы, со своими характеристиками. И вот здесь одна из них показана, она была названа греческой буквой Ипсилон большое. Вот в верхней строке написано «Открытие кваркония Ипсилон БАНТИБЭ». И опять пошли выше еще по энергии и обнаружили, что это только основное состояние, это БАНТИБЭ кварков. А есть возбужденное состояние, то есть история опять повторилась. То есть опять аналог атома, но только если в атоме у нас электроны и протон, в кварконе С у нас очарованный кварк, антиочарованный кварк, то здесь новый класс. Прелестный кварк Б и антипрелестный кварк Б с чертой. И слева обозначена целая серия линий, которые были экспериментально найдены точно таким же образом, у которых масса больше. Вот показано это более наглядно. Значит, здесь уже не мюмизоны регистрируются, а электроны. Это тоже интересно, на какие же частицы распадаются данные состояния. Оно возбуждено, и оно во что-то более простое превращается с течением времени. И вот оно превратилось в данном случае в электрон-позитрон, и мы четко видим здесь три состояния. Одно вот около девяти гав, следующее около десяти, и следующее десяти девять десятых. И на предыдущей картинке было и таких состояний показано еще больше. Но это вот пример того, как открываются новые частицы, как они себя обнаруживают в эксперименте. И, наконец, еще одно состояние, вернее, еще одна картинка, которая демонстрирует то же самое. Опять, значит, эффективная масса пары мюмизонов. И здесь видно четко, сколько тут состояния. Одно очень хорошее основное четко выделено. Значит, такой резкий пик в этом распределении. И один, два, три, четыре, может быть, пять состояний, возбужденных той же самой системы, но с другими квантовыми числами. И еще одна картинка обобщает вот все, что я сказал. Значит, какие кварконии мы знаем. Это очарованные частицы слева, потом частицы с кварком B, и в разных комбинациях кварков B, обычный кварк или B, анти-B. Вот такая картина. И стрелочками показаны, как эти семейства друг с другом связаны. Благодаря тому, что они не стабильны, они, в конце концов, переходят в низшие состояния. И вот стрелки показывают, какое высшее состояние в какое низшее состояние переходит. Конечно, для теории это очень важно, потому что понимание вот этой сложной системы, сложной, я бы сказал, жизни кварков, как они друг с другом соединяются и как они разъединяются, конечно, очень важно для теории, чтобы понять, какие законы управляют этой сложной жизнью. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ